Здравствуйте, друзья! И сегодня мы снова говорим о пандемии коронавируса, которая поразила весь мир, в том числе Республику Дагестан. С нами на связи легендарный дагестанский боец Магомед Хан Камзатханов или Волк Хан. На днях бывший футболист Анжиш Амиль Лахиялов дал интервью в Спорт-Экспресс, в котором заявил, что в Дагестане настоящий кошмар. Я скажу Юрию, что ситуация в Дагестане очень хорошая. И если посмотреть по статистике, то что нам официальная статистика, ей уже никто не верит. Не в Дагестане, может, это статистика для кого-нибудь, для Москвы, для кого они эту статистику... Но то, что творится в больнице, это в городе, я только говорю. Это кошмар, где очереди стоят. Вот я разговаривал с товарищем, он лежал в больнице. Я прямо с ним разговаривал, я говорю, насколько реально картина, объясни, с медикаментами, с врачами, какая... Он говорит, место освобождается, только выносят, если вперед ногами, и на его место сразу другого кладут. Сто-сто пятьдесят человек в одной больнице только очереди стоят. Это в городе то, что творится. А то, что рается в горных районах, это вообще кошмар. Люди на самолечение сейчас находятся в горных районах. Гамзат Ханов уже много лет живет в Туле, но прекрасно осведомлен о происходящем в родной республике. Там у него живут сын, родня, друзья. Волк Хан честно рассказал нам о том, что сейчас творится в Дагестане. Во-первых, вообще, как вот в Туле? Вы в Туле живете? Как там с коронавирусом? Спокойно все, обстановка сейчас не очень? Нет, в Туле прекрасный губернатор, народ слушает его. То, что он говорит, здесь народ делает, поэтому здесь все в порядке. А вы вообще следите за ситуацией, я имею в виду в Дагестане, на вашей родине? У нас в Дагестане катастрофическая ситуация. Какая у вас информация по этому поводу есть, по Дагестану? Там я разговаривал вчера с очень серьезным врачом, кандидатом в медицинскую науку, заводящим неврологию. Сегодня я с ней разговаривал утром. Она говорит, по крайней мере, сегодня уже ситуация контролирует. Вчера было 90 человек, завезли в больницу центральную, только в одно. Так. Понимаете? Вот. Очень много гибнут, очень много умирают. Но ситуация уже под контролем. Это очень важно. Если, говорит, да, до позавчера, неделю назад ситуация была вообще бесконтрольна, то сегодня уже много болеет, но уже под контроль. Это очень важно. Как вы думаете, почему именно в Дагестане такие проблемы? То есть в Дагестане, насколько я понимаю, сложнее, чем в любом другом регионе? Понимаете, у нас в Дагестане были большие политические турбулеты, в последние годы, и регион попал в лесное управление, то есть не местные управляют, а из Москвы. Соответственно, были большие очереди, мы наше правительство посадили, там много министеров, и есть некое, такой образовался недоверие к власти местные, имею в виду, да, и из-за того, что, ну, чтобы быть дагестанцем, чтобы понять, кто такой дагестанец, надо им быть, понимаете? Конечно, понимаю, да. Поэтому есть очень много политических составляющихся там, но с другой стороны, когда есть губернаторы в Тульской области говорят, ребята, это опасно, надо сидеть дома, то все сидят, слушаются. Если там местные говорят, власти, то народ не верят. Они больше поверили неким слухам, которые в соцсетях гуляют, что это не опасно, это фейки, да, и так далее, и так далее. И начали ходить на свадьбы, на мероприятия, и не то, что себя одной и заразили божийского народа. Насчет вот этой вот всей истории, не кажется ли вам, что кто-то, может быть, не справится с задачей своей? Да, я думаю, здесь обоюдная вина есть, все власти, что у народа. Власть соответствующей службы не справились, поставлены задачи, они не смогли убедить народ о серьезности коронавируса. Это их упущение, надо было достучаться в каждой двери к каждому человеку, что это опасно, но они не смогли достучаться. Соответственно, и народ тоже отнесся очень холодно к власти, они не поверили, потому что есть некие недоверие друг другу. В буквальном смысле в Дагестане. То есть, как бы вина в том, что в Дагестане такая серьезная эпидемия, что люди погибают, что больницы переполнены, в том числе лежат и на власти, которая просто не смогла именно гражданам объяснить, да? – Сто процентов. Они не смогли убедить народ. Если в Туле смогли убедить, то все, ну, я имею в виду, большей степени слушаются власти, то в Дагестане не смогли этого сделать. – А сейчас, как это можно все исправить? Вот уже сейчас, когда уже ситуация сложная, как-то можно выйти из нее? – Вот сейчас, в данное время, уже люди осознали, что это серьезно, начали уже умирать в окружениях ближайшие родственники, и люди начали уже задумываться. – Сами, да? – И поэтому… – Да, да, да. – Сами. – Сейчас, вот в данный момент, я хочу сказать, что оказывается, даже мне не сообщал, вот мне звонил мой сын старший, он заболел, супруга и ребенок. Лежат в карантине дома. – А они в Дагестане, да? – В Дагестане, да. Он работает в Мерии, он мне говорил, что с Мерии увели троих чиновников диагнозом коронавируса, и у него через 4 дня или 5, что он начал температуру, проверил, вроде ничего нет, а сейчас уже нашли и лежат дома. Я вот минут 15 назад разговаривал. А таких очень много. – Есть села, которые буквально что-то там через дом болеют семьями. Вот, серьезная ситуация. Но я повторю, что на данном этапе уже как бы власть уже контролирует ситуацию. – А с тестированием тоже вроде как сложно. Я вот слышал, что тестов нету в Дагестане, и многим просто как бы и не проводят их. Просто лечат симптомно, как от пневмонии, и не знают, есть коронавирус, нет коронавируса у человека. – Реальность такова, что реально не хватало. Буквально еще недельно за турки мне обращались, ко мне. Предлагали свои услуги, лекарства, аппаратуру, и так далее, и так далее. Они говорят, ну дайте нам цифры, сколько нужно отправить. А цифры не дают. Открывают. И как, мол, вот к туркам обратиться за помощью. Тогда они решили не через государство сделать, а через благотворительные фонды. – А там цифры есть, да? – Да. – Нет там цифры, приблизительные как бы там благотворительные фонды говорят. Вот, ребята, вот в одну больницу там 90 человек, да, привозят. – Так. – А вот теперь считайте. Очень серьезный класс, реально очень серьезный ситуация, особенно в городе-районах. – Да, ну ладно, хотя бы то, что вы говорите, что уже народ начал понимать серьезности, уже начал вести себя осторожнее, это уже хорошо. Это уже значит, что… – Народ очень серьезно, что это просто народ начал понимать, и в то же время и власть начал уже контролировать. Это очень важно. – Ну все значит, что движение в сторону преодоления этой ситуации началось хотя бы уже. – Да, да, да. Мы преодолеем, и это преодолеем. Тагестанцы многие проблемы преодолели, и это проблемы преодолели. – Вы знакомы с Абдулманапом Нармагомедовым? – По-моему, да. – Про его ситуацию вы что-то знаете или тоже узнаете из СМИ? – Да, он был, я как бы, честно говоря, тоже, та же как ты, наверное, через соцсети, у него была очень плохая ситуация, сейчас вроде пошел на поправку. – Ну да, ну да. – Все беспокоятся. – Из Комы, по крайней мере, говорят, вышел, да, из Комы вышел, слава Богу. – Да, все беспокоятся, все там молятся. Хороший человек, хороший тренер. – Я хотел еще спросить вот, что насчет Абдулманапа, такая у меня была информация, мне рассказали. Его знакомые, то, что изначально он просто простыл, но не лечился, думал, что перенесу на ногах, а потом уже, когда совсем плохо стало, когда уже с кровати не смог встать, только тогда его госпитализировали. – Как вот вы это объясняете? Это многие люди так вот относятся к себе, то есть почему сразу-то не лечится? – В ловушку всегда попадают сильнее. – Ну да. – Самоувереннее, понимаете? – Да. – Вот я по себе знаю, вот как это бывает, вот два года назад у меня была двухторонная пневмония. – Да. – А кальций я его перенахлил, ездил в Москву, здесь встречался в Москве по работе, и когда я приехал домой, я с мальчиком, с маленьким играю в шахматы, после, я так устал, я на второй этаж не мог подняться, я говорю, я такой устал, как будто 10 вагонов выгрузил, понимаете? – Да. – А мне Дубай надо было лететь. Это было перед Новым Годом. Пошли с ним узел, то второнное пневмония. – Ничего себе. – Ну я тогда борсучий жиром все мазал, мазал до утра. Все пробивал, выпивал. Ну а я быстренько-то. На второй день я уже… На второй день я уже чисто. – Вообще, вот коронавирус, по-вашему, насколько это вообще серьезная ситуация? Есть мнение просто, что это все-таки излишне паникуют люди, а некоторые наоборот считают, что гораздо страшнее все, чем кажется. Вот как вы к этому относитесь? – Вы знаете, честно говоря, без всякой привлечения, у меня есть два партнера по бизнесу. – Так. Одному 50 лет, другому 72 года. Кому 50, в самом разгаре, тот, кто не хочет сглазить, он был в Италии, во Франции, когда еле-еле через границу, в Швейцарии, сейчас он в Лондоне, но он, правда, такой чистоган, он бережет себя. Другой 72 года тоже ездит, прилетает, ничего. а вот мой друг близкий, Макашкале, чуть не умер. моей супруги, сестра, она заболела от дочери, а дочь работает гинеколог, кущер, в этом роддоме, да, ее там беременная женщина заразила, а нам ее, маму свою, лежали, лежат под контроль, даже не выпускали. Разные это слуха, но не может быть, что весь мир с ума сошел, значит, что-то есть. но при этом кто-то и на этом хочет руки сгреть, это тоже понятно. Но лично вы не поддаетесь панике, лично вы вот сохраняете полное спокойствие, да, и знаешь. Я не подаю панике, я просто исполняю то, что мне говорят. я работаю, вещь, вот только сейчас я зашел, почему-то я не застал, вещь у меня. Да, да, да. Пахнула. Все убрано, все чисто. Ну, классно. Самоизоляция на собственной даче, это же классно. Можно поработать. Сейчас у меня уже, вот сейчас 6 часов я должен пойти вниз, тренировать своего сына, младшего, вреднего. Это про Дулманапа. Оцените вообще вот от Дулманапа как тренера и как его вклад в ММА мировой. Нет, ну, здесь моих слов излишне он доказал уже, что он реально великий тренер. Многие старались добиться таких результатов, вывести такого ученика, вот от Дулманапа это смог. И все это, это большой труд. Большое. Желаем ему туда выздоровления. Да, все за него молятся, что он выздоровался, все было хорошо. Да, спасибо большое, Магомедхан, за то, что снова согласились пообщаться. Как всегда, очень интересно. Ну и будем на связи. Счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!